Всех приветствую, уважаемые зрители! Сегодня вторая и заключительная серия этого небольшого путешествия в горах Хартс, в ущелье, вдоль реки. Вы сможете тут увидеть все, что я смог отснять. Если вам понравится, делитесь с друзьями, родственниками. Всем приятного просмотра! О, тут мостик. А что там? Внизу что-нибудь видно? Ну, реально, сколько ровных. Просто... Что ж они такие ровно откалываются, а? Мне вот никак не понятно. Ну, посмотрите, туда уходит. И с этой стороны ровно, и с этой стороны ровно. Просто какой-то беспорядок камней. А с той стороны какие они? Ну, скалу-то, не знаю, мы, наверное, уже давно прошли. А там деревьев очень много. Где, вот я показывал, похоже на остатки какого-то строения. Сейчас, конечно, этого увидеть не получилось. Но тут местами вот просматривается, как будто кто-то когда-то тут это что-то сооружал. Что тут было? Непонятно. Но очень просматривается так. Я бы так сказал, здорово просматривается. Мне, конечно, очень жаль, что очень многого. Я прекрасно понимаю, вот напротив, то, что я вижу, я показать не могу. Ну, вот, за исключением вот таких вот небольших нюансов, которые еще немного можно приблизить, где просматривается и как бы нормально видно. Но все же большую часть того, что я вижу на сегодняшний день, я просто не в состоянии показать. Очень много с той стороны такого подобного. Там просто повсюду. Я-то из-за веточек могу где-то заглянуть куда-то. Но отснять это, ну, практически нереально. Где-то вот местами все-таки можно просматривается. Сейчас здесь попробую еще приблизить. Эх, мне бы еще камеру с классным зумом. Было бы вообще круто. Но. Но. Эти видео почти никому не нужны. Может быть, когда-нибудь побольше народу прозреет. Конечно, понимаю, что для кого-то это тяжело, для кого-то это совсем невозможно. Переосмыслить все, что происходит. В прошлом ролике я показывал там избушку, которая на крыше. Крышой вниз. Вот сегодня такой мир. Вот так везде нам врут. Вранье. Просто я поражаюсь. Это повсюду. Без зазрения совести врут. Как бы в порядке вещей. У нас избушка на курьих ножках. А тут избушка на крыше. Перевернутая. Ну, в принципе, сейчас весь мир вот так вот перевернули. С ног на голову. Корректор А.Кулакова. КОНЕЦ. Корректор А.Кулакова. Субтитры создавал DimaTorzok. сюда тут а тут прям видно что тропинку вот эту подолбили все так коряво тут хотя тоже пускай куски он откалывались даже местами ровненькие вот это явно для тропинки долбили вот это все место и тут сверлили потом кололи смотри как пластами все идет но это вот как раз тектоническая плита здесь вылезла если что если кто не знает ну я так прикалываюсь конечно готов вдруг кто-то в это поверит еще ой смотри какие блоки там прикольные я оттуда снимал не так просматриваются отсюда просто красиво а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Будем уходить вверх, насколько вверх, не представляю, но в общем не низко, явно будет. Не знаю, сколько мы уже в таких ступенях прошли, и сколько еще впереди, но уже довольно прилично поднялись, довольно высоко, усталости пока нету, чувствуем себя отлично, все-таки горный воздух, тут река, ну я вам скажу, кто живет если в Германии недалеко, ну конечно тут на один день приезжать бессмысленно, потому что сколько вы за один день можете тут пройти, я не думаю, что много, а вот на несколько дней где-то тут поселиться, походить тут по разным маршрутам, маршрутов дело в том, что очень много, поэтому какую еще выбрать, если мы там сверху были на той стороне, то я вам скажу, там их несколько было, и причем самый близкий был там, если направо уходить, 6 километров, но я не думаю, 6 километров по таким вот дорожкам это будет довольно долго, плюс где-то вверх, где вниз, ну тут конечно вот даже не знаю, как они сюда тащили этот песчаник, но ступеньки и опять та же самая обработка, возможно где-то они его уже готовы взяли даже, вот она посмотрите, стиральная доска старая, вот такая вот, тут конечно такие виды просто жесть, надо было мне раньше это делать, что-то я поздно подумал, ну на обратном пути где-нибудь еще найду, сделаю пару фотографий, себя на фоне этих огромных глыб, что-то тут увидел Миша, ну вот на Регенштане я видел подобное, только буквально там, не знаю, в сантиметр, тут как бы сантиметра 3 где-то, да, толщиной идет, и она вот так ровно уходит, и она причем, знаешь, вот интересно, ты заметил, она там совсем тонкая в начале, а тут идет очень плавно-плавно, прямо тут уже где-то сантиметров 6-7, и пошла-пошла вот так, смотрите как она увеличивается, просто, ну и тут уже долбили, тут что-то она пропала, сдолбили, ой, ты посмотри напротив вид, нифига себе, вот это видом, ох ты, зацепил что-то я, вот это видосик, так, надо конечно немножко приблизить это дело сначала, чтобы это было лучше видно, вот где-то мы птали, это первый раз мы были где-то там, там ходили, там вон я вижу ограждение, да вот, вот на ту обзорную площадку мы уходили, сейчас покажу, вот там мы были сверху, вон люди стоят, видно, но в принципе, мы сейчас как бы уже до них не очень как бы низко, от них в смысле ниже них, не знаю, на треть наверное, ну может быть на половину даже, как бы не соврать, ой, что-то мы опять вниз пошли немного, да, вот елки-палки, я думал, ой, елки-палки, но вот здесь где-то мы и видели людей, да, проходили, ну тут ходить конечно, камни торчат кругом, причем иногда, очень острые торчат, обувь надо сюда такую, с мощной подошвой, не стал ботинки свои одевать, конечно, у них было бы тут проще ходить, с хорошей подошвой, вот именно для таких мест, для горных, каменных, там вообще в них ничего не чувствуешь, в этой обуви все-таки немножко камни чувствуются, продавливают они местами, ну красиво, красиво, самое главное интересно, интересно образование, ну да, 300 миллионов лет назад, при высоких температурах, вот в одном из видео там на Хексенпляц, этот ведьминное место я показывал, но она была без вот этой эмблемки ХП, это оригинал, вот как в нашем соборе, внизу я показывал, как в каких-то видео, уже даже не помню в каких, их очень много торчит, я еще первый раз одну красной покрасили, я даже не обратил внимание, думал, да, ну может туда что-то заправлять или, а потом присмотрелся, их там много оказывается, и вот здесь, для чего она тут, вот это вот, в соборе, там на ведьмином месте, вот тут, что к чему, вот это вот, мне конечно очень интересно, ну тут я вижу ограждение, сюда выход запрещен, ну это явно не для нас, сейчас мы туда проскочим, так ограждение преодолели, ну я понимаю, конечно, если я отсюда свалюсь, то это моя проблема, я же вышел за ограждение, ее липали, но тут можно что-то еще интересного увидеть, по крайней мере, я надеюсь, высоко, я в общем-то реки уже не вижу, где-то она там внизу, где не знаю, я тут шлепаю по камушкам, тут под ноги надо смотреть, и по сторонам, не очень это просто, я вам скажу, особенно передвигаться вот по таким камням, со всеми местами непросто, и даже не знаю, что-то я тут увижу или нет, ну как бы камни вот так, опять они в горизонтальном положении находятся, все вот эти пласты, в общем, что интересно, есть вот в горизонтальном, под наклоном, есть вообще вот, я сейчас что говорил, в вертикальном, и есть в горизонтальном, есть под наклоном, да, ну в общем, как-то так, во всех разных положениях, и тут, ну тут явная пропасть, я даже туда заглянуть уже не могу, поэтому пошел-ка я обратно, не, ну обзор, конечно же, я отсюда сейчас покажу, вот так вот, отсюда пойдем, вверх снимем, ну может быть даже, походу, что-то и увижу где-то, буду быстро смотреть, камеру потихоньку вести, а сам быстро буду глазами искать, вдруг где-то надо приблизиться, пока ничего не вижу, такого вот, чтобы глаз зацепился, нет, отсюда я ничего такого не увидел, сейчас вот там обратно чуть-чуть пройду и с той стороны посмотрю, конечно, красиво, где-то стою в горах, не на самом верху, но очень высоко, прыгать совсем не охота, крыльев у меня нету, парашютов тем более, парашют тут и не поможет, вот как-то так, и, конечно, поражаюсь, как тут некоторые деревья растут, вот это явно остаток дуба, пенек и на нем опять дубик, куст растет, где-то они вообще прям на скалах так зацепляются, ну, просто очень ой-ой-ой. Ну что, тут заметил еще, пошла другая порода, уже он такой, структура другая у него, как бы вот этих камушков не видно, в нем он уже не как бетон выглядит, и очень много, очень мелко колотого такого, есть вот, вначале показал огромные глыбы и много вот такого прям, очень много, склоны целые. Обратно идем уже, сходили там далеко, ушли три часа в одну сторону, идем уже обратно, но в ту сторону понятно, что я на видеосъемке часто останавливался, в общем, эти блоки, не знаю откуда приперли, но явно они литые, потому что, видела я песчаник, натуральный с карьера на ступеньках, он бы уже весь вытерся просто, а эту твердость, вот как на соборах и на всех старинных зданиях, у него очень высокая твердость, и вот такое вот, видать, от формы остается, какие-то формы такие были, но к натуральному песчанику он явно ничего общего не имеет, я говорю, он бы стерся просто уже, тут столько людей ходит. Ну что, друзья, вот подходит к концу наша прогулка, мы уже возвращаемся, не знаю, сейчас там через мостик перейдем, в одну сторону три часа мы шли, обратно чуть, конечно, побыстрее, пройдем через мостик, там посмотрим, что там интересного можно увидеть. Твари нам, я так понимаю, на сегодняшний день всемирный голодомор хотят устраивать, надеюсь, это многие понимают, потому что, когда министры так многие там заявляют, закупайтесь продуктами, будет проблема, но это не к добру, мало приятного, что-то будет, поэтому, о, вдруг возле глыбы сразу, чтобы сориентироваться, поэтому все продолжается, все продолжается, помню, я говорил в каких-то роликах, это я помню еще такие тесты были, это 90-е годы, спид был так называемый, там явно тестировали людей, со всех зомбоящиков кричали, что огромная часть населения просто вымрет, сейчас как-то забыли про него, ну и все остальные там, свинячий, поросячий, там птичачий и так далее, барана, фикусы, войнушки, ну вот, кстати, по граниту, вот как мы ушли от гранита, там как-то тяжело стало идти, наверное, поэтому мы и развернулись, скорее всего, вернулись обратно к граниту, состояние улучшилось, опять же, если его перевернуть работу, то он будет работать в другом, скорее всего, направлении, как говорит Александр, канал только в плюс, кто не знает, посмотрите, и, в общем-то, вот там, где там или там где-то, на ведьмином месте, я показывал, там поднимается подъемник, выходишь, и сразу у тебя по обе стороны тропинки, блоки гранитные лежат, и там дальше я показывал, кто там стоит, что там стоит, конечно, я, у меня цель другая была, мне хотелось снять именно мегалиты, и, как бы, я на эту тему особо не снимал ничего там, ну, вполне возможно, я еще когда-нибудь туда поеду, поэтому, может быть, и эту тему зацепим, потому что, допустим, в своем городе я это очень хорошо просматриваю, что эта система тоже работает, как бы там Александр говорил, что в основном в больших городах, но у нас городок маленький, но система явно отслеживается, и плюс вот эти у вокзала, пирамиды, в виде фонтанов, 4 штуки, именно 4, 4 пирамиды, в форме пирамиды, прям фонтаны сделаны такие, ну, где-то еще можно будет походить, поискать, посмотреть, думаю, обязательно можно что-то найти, просто, когда ты настраиваешься на одну тему, и, как бы, ты уже начинаешь в основном смотреть в одном направлении, и в другое направление, как бы, особо не смотришь, так, где-то хотел посмотреть, что с этой, вот это, как тут вырвали, там выложено все или нет, или, 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 нет, там выложено все, да, вся стена, сюда я вот могу посмотреть, она вся выложенная, тут, видать, просто засыпали, делали тропинку, ну, такой, не знаю, обшитый деревом, скорее всего, хотел сказать сначала деревянный, нет, он явно не деревянный, ну, вот, и потом, вот, когда ведьминное место мы посещали, потом ушли оттуда, и у меня были эти, в какой-то момент, я не знаю, я не понял, где это поймал, но был какой-то момент, такой заряд, мало того, что мы по всем горам там скакали, а я еще хотел же все отснять, лазил то вверх, то вниз, в общем-то устал, а потом, где-то я потерял усталость, раз и нету, ну, тут, конечно, красиво, люди сидят, кто пивко, кто кофейко попивают, у подножья таких скал, и наверняка большинство из них, конечно же, не задумывается ни об образовании этих гор, кому это вообще надо, а мне зачем это надо, понятно, понятия не имею, зачем-то надо, наверное, сознание просто по-другому работает, когда начинаешь в это все вникать, по-любому сознание меняется, вон, смотри, какие вот здесь похожи очень сильно на блоки, прямо, или мне так показалось, ну, тут и по этой стороне тропинка идет, в общем-то сознание наше работает, у кого-то как заложили не меняется, а у кого-то работает, меняется, почему так происходит, я не знаю, но это очевидно, специально попросил друга встать у глыбы, это мы уже по другой стороне, вот где ведьмино место, и вот такие по этой стороне камушки валяются, не маленькие, и тут пытались мне до меня дозвониться, и не получается, в общем-то спутник куда-то улетел, непонятно куда, нам же говорят, у нас спутниковая связь, интересно, куда же он улетел, почему же у меня связи нету, вопрос напрашивается, вот такие глыбы тут, маленькие, очень маленькие, это именно где-то вот в том районе как раз мы идем, где я говорил, вот что там сверху, похоже, было какое-то сооружение, все вот, все усыпано вот такими маленькими камушками, по нескольку метров в диаметре, вот там и гора просматривается, одна какая-то, и очень там, очень-очень прямо, я смотрю, сейчас попробую приблизить, вот тут и невольно вспоминаешь ту избушку, которая там перевернутая, как бы она в тему, да ладно, вот тут смотри, тут все так же круто, вот где-то там сверху, то сооружение, да, ну, похоже, остатки как бы, такие же огромные гигантские глыбы, все ими просто засыпано, ну, как бы, мы так и предполагали, и тут, что интересно, с той стороны, вот мы шли, когда в начале, там дорога даже есть, и вот с добычей карьера тут вообще проблем нету, подъезжай, грузи и увози, но в данный момент этого не делают, а гранита тут просто море, вот такие там метров по 6-7 камушки валяются, пытались расколоть когда-то, явно кололи, но не смогли, вот этот длинный, смотри, лежит, большие, большие самолеты, там они по всему склону просматриваются, все, идем дальше, режим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Остался частично целым Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, друзья, похоже, заканчивается наше путешествие Скалы уже закончились практически Подходим мы к городку Тали Понимаю, что тут еще несколько раз Можно приезжать и ходить по разным маршрутам То даже вот снизу можно подняться 2,3 километра Это только тропинка идет Но она идет зигзагами наверх Поэтому Там, на той противоположной скале Там тоже очень много маршрутов Поэтому за один раз тут Ну никак Как бы я этого не хотел Ничего не получится На этом Прощаться я, как всегда, не буду Потому что Есть уже опыт Знаю, что Сейчас по дороге Можно еще что-нибудь Интересненькое увидеть Но, по крайней мере, думаю Будет интересно всем это посмотреть Вот я уже увидел Наверное, я переключу камеру И отсюда сниму сейчас Очень красиво Не совсем как бы понятно, я бы так сказал Все это выглядит Как это Вообще могло образоваться Очень интересно Причем Столько ровных линий По той стороне шел Местами просто Поражался Не знаю, я даже все ли их Я отснял Или только всего лишь частичку Но, я думаю, очень маленькую частичку Из-за того, что все-таки Все в зелени Много деревьев Поэтому все отснять Ну, просто нереально Как бы я этого не хотел Но, все же Думаю, немало Как там на самом верху Вот как выглядят Как блоки прям Ну, они висят Ну, я не знаю Ни на чем В общем, висят Просто прилеплены К другой скале Сейчас еще чуть-чуть Попробую приблизить Ну, давай, давай Показываю уже Не знаю Что-то плывет все Не хочет показывать Слишком большое приближение Все-таки Камера оставляет Желать лучшего Но, тем не менее Хоть что-то Хоть что-то Мы отсняли Ну, идем обратно Там сейчас Посмотрим Может быть Еще по дороге Все же Мы уже С другой стороны Реки Идем Поэтому И виды Немножко Другие Возможно Сейчас еще Что-нибудь Увидим Так Мы решили Тут немножко Схитрить Мы пришли Оттуда Начали Потом Пересекли Вот этот Вот мостик И пошли По той стороне Вернулись Мы там Пересекли Мостики Уже По этой стороне А сейчас Мы опять Пересекаем Этот же мостик И обратно Уже Идем По этой стороне В общем Как бы Весь маршрут Ну, не весь Конечно Вот до Тех домиков По обе стороны У нас получится Ну и пойдем Посмотрим Может еще Что-то Интересное Увидим Ну, опять У этой пещерки Остановился Интересно Смотрю Вот на реку И там Вот вода Вы видели Да Уровень С рекой Совершенно Разный Конечно Не знаю Тут может быть С дождей Но явно Не откачивают Возможно Специально Чтоб туда Не было Желающих Залезть Там вот Канатная Дорога У нас На Ведьми На место И в общем-то Мы А вот Этого Мы Ниоткуда Не могли Увидеть Ни оттуда Ни отсюда Вот Не с той Дорожки В смысле Сейчас Я приближу Там Если только С канатной Дороги Могли Увидеть Но Канатная Дорога Очень Быстро Бежит Поэтому Снимать С нее Тяжеловато Так Скажем Дорога Дорога Вот Опять Нашли Вода Из скалы Протекает Именно Из самой Скалы Ни ручейки Ничего А просто Из скалы Вытекает Водичка Из большой Огромной Скалы И конечно же Она Где-то местами Очень ровная Дорога 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 Вот Дорога Еще Нашел То же Самое Что На Ведьмином Плаце Мы находили Вместе В смысле На Соборе У нас И там Мы ходили И здесь Правда Здесь тоже Без букв Как вот На Ведьмином Месте Ну не знаю Что это такое Для чего Честно Не представляю Даже Особенно Вот тут Как бы Скалы А Собор Причем Тут В соборе Такие Какая Связь Нету У меня Идей Никаких Может Быть Кто-нибудь Увидит И подскажет Идейку Вот Сейчас Для сравнения Я покажу Камушек А Блин У меня Руки Не хватит Вытянуть Просто Огромные Камни Там Сейчас Какая-то Не знаю Что-то люди Увидели Интересное Так Туда Быстро Пошли В общем Ровные Места Тут Показывать Бесполезно Я их Очень Много Вижу Но Все Показать Не могу Из-за Веток Я уже По-моему Об этом Говорил Ну Ладно И что Там Пещера Группили Пещера Блин Я Какое-то Место Где-то Давлю Этим Пальцем У меня Пальца Не Так Где Грязи Поменьше Дай Пойду А фонарик У меня Светит Хоть Светит Совсем Слабо Он Ничего Сдох Эй У меня Фонарик Сдох Сейчас Батарейку Поменяем По-моему Сдохла Батарейка Ну Выглядит Как Пещера Но К сожалению Это Не Пещера Не Глубокая Но Как Вы Видите Из Этой Скалы Водичка Течет И Причем Обильно Тут Все Просто Мокро Ой Ну-ка Фонарик Тут Просто Все Вот Она Сочится Вода Сверху Капает Вот Из Скалы Где Там Вода Образуется Интересно Интересно Ну Для Чего Тут Конечно Вы Долбали Это Все Непонятно Для Добыча Воды Воды Как Но Вода Отсюда Идет Вот Интересно Что Нам Говорят Круговорот Воды В природе Испарения Потом Выпадания Все Не Так На Самом Деле Как Поднимается Наверх Скала Вода Это Интересней Есть Несколько Гравюр Но Надо Фотографии Делать Я Приложу Но Дело В том Что Тут Близко Вроде Лес Нарисованный А Дальше Его Нет Причем На Всех Трех Так Сделаю Фотографии Потом Приложу Что Мы Там Поняли Где Эти Гравюры Нашли Дату 1844 Год Были Вот Эти Организованы Тропинки Для Прогулок Ну Как По Датам Получается Сразу После Катастроф Многие Исследователи Многих Смотрел Пришли К выводу Что В это Примерно Время 1842 Говорят 40 В принципе Не важно А тут Написано 44 Ну И Там Я На Мосту Бастай Когда Был Там 54 По Моему Написано Что Мост Построили Якобы В общем Все Как-то Так Очень Часто Стекается Именно К этим Годам Насколько Там Верить Ну И Насколько Я понял Вообще Лучше Ничему Не Верить И Мне В том Числе Все Надо Самому Проверять Идем Дальше Немножко Тут Осталось Нам Совсем Самую Малость Ну А тут Пожалуй Я затронул Тему Александра Вот Они Начинаются Подоставали Из реки Или Откуда Их Набрали Тут Наложили Целую Кучу А тут Вот Они Вдоль Дорожки Пошли По Обе Стороны Сейчас Конечно Мы Туда Пройдем По этой Тропинке С этой Стороны И Посмотрим Чего Там Интересненького Есть В этом Направлении В общем Шли Шли Мы Тут Опять Рядом Возле Тропинки Сложена Еще Одна Куча Гранитных Глыб Довольно Больших Ну Как бы Вроде бы Просто Набросано На всякий Случай Наверное Как бы Ну А тут Уже Там Вон Гольф Играют С правой Стороны Немножко Сейчас Покажу Ветер Поднялся Тут Немножко В Гольф Играют Тоже Все Гранитными Камнями Выложено Там Карусели В общем-то Эмоции Тут Везде Повсюду На Каруселях Гольф Сверху Прямо Надо мной Канатная Дорога Проходит Представьте Кто боится Высоты Какие Эмоции И плюс Вот Наложено Ну я понимаю Тут С гранитом Проблем Совсем Нету С этими Глыбами Можно Конечно Сказать Что Просто Ну Как бы Вот Шарик Не укатывался Наверное Чтобы Шарик Не укатился Наложили Эти Гранитные Глыбы Там Тоже Вовсюду Ну там Ладно Укрепление Берега Я согласен Гранитные Глыбы Как бы По теме Да Вот Вот Такую бы Камеру Мне кто-нибудь Подогнал Вот Такую Было бы Неплохо Не Такую Не надо Она слишком Здоровая С ней Таскаться Блин Ну там Понятно Берег Укреплен И все Нормально Дети На детской Площадке Тоже Вижу Гранитная Глыба Лежит Пока Вижу Только Одну Пойдем Дальше Тут Мы В прошлый раз Ходили Я забыл Что-то Снять Даже Вот Такие Вот Веревочки Канатики На деревьях Натянуты Сразу Вспомнил Своё Детство Мы Сами Немножко Там Где-то Что-то Лепили Помню Какие-то Веревки Натягивали Потом Брали Шкивы Делали И Катались Тут Конечно Я бы С удовольствием В детстве По Вот Этим Всем Дорожкам Поползал Ну Конечно Уже Обезопасено Все Сделано Эти Пристегиваются Ремнями Вверху Канату Очень Интересно И Очень Много Для Детей Вот В этом Плане Сделано Ну Вот В этом Месте Гранитные Камни Ну Как бы Я не знаю Только Один Смысл Вижу Тут Машины Кроме Служебных Не ездят Ну И Кто Туда Вообще Вниз Поедет На машине Поэтому Смысл Явно Другой Во всех Этих Вложенных Камнях Ну И все Наверное Мы Пойдем Обратно Тут Вот Это Мелкая С Двумя Двуместная Подъемник В принципе Все Пожалуй Наш маршрут На сегодня Закончился Там Вот Кораблик Для Детей Все Вокруг Гранитными Камнями Выложено А нас тут Не обрызгает По-любому Я думаю Хотя Люди Сидят На лавочках Ветер Как раз В мою сторону Сейчас Он прыгнет Парень Еще такой Не маленький Не пацан Совсем Нормально Брызги Не долетели Тут Сегодня Фрюмарк Небольшой Такой Базарчик То На что Гораст То И продает А с этой Стороны Мы не войдем Ну Ладно Мы не гордые Мы Обойдем А зачем Его вообще Загородили Он платный Тьфу Е-моё Вообще То Ни разу Я не попадал На платные Фрюмарты Ну посмотрим Тебе вообще Там что-то надо Мне даже Как бы Ничего не надо Просто поглазить Не Ну бывает Что-то Интересное Увидишь Конечно А так Чтобы Конкретно С какой-то Целью Ну На фрюмарты Обычно Бесцельно Ходят Но что-то Покупают Не Хотя Вру Я с целью Уходил Иногда Там Мне нужны Допустим Были маленькие Тесочки Я пошел Нашел И купил Хорошие Ну посмотрим Может зайдем Может нет Да ладно Я еще ни разу В жизни За 21 год В смысле Тут ни разу Не видел Платного Фрюмарта Вообще Охерили что ли Да мне Евро Как бы Не жалко Дела не в этом Просто Я знаю Что они С продавцов Берут Деньги И что Еще мало Ну короче Мир катится В какое-то Место Совсем Сказал бы я Ну не в эфире Ну все думаю Прекрасно понимают Куда он катится Ну все На этом О стоп Вот смотри Какой прикольный Мы сейчас Просто сюжетик В оконцовку На этом пожалуй все Всем удачи Счастья Здоровья Пока Да куда мир катится Та часть Парковки Была платная В девятнадцатом И эта часть Бесплатная Сейчас уже Все Огородили Эту часть Тоже сделали Платную Но самый прикол Они там Поставили автомат Чтобы сэкономить На втором Автомате Они Огородили Всю парковку И вот тут Был въезд Это получается Еще плюс Два места Даже на этом Сэкономили Вот Блин Я офигею Ну Мы тоже Не пальцем деланные Мы вон там Припарковались И Сто метров Пешком Прошли Блин Я офигею Тоже решили Как Ну Присоединиться К ним Давайте Сэкономим Друзья Сэкономим Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому